Всем привет! Это подкаст «Что нового?» и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты. Субтитры делал DimaTorzok В реестр внесли наших коллег из «Медиазона» и ОВД «Инфо». Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Егорского рода, редактор «Медиазона». Вы думали, это все, а вот и нет. В среду вечером редакторы «Докса» и Армена Арамяна задержали и оставили на ночь в Тверском МВД из-за твита про митинг. Этим же вечером у дверей Шанинки задержали социолога Бориса Кагарлицкого по той же причине, а в четверг утром к родителям основателя The Insider, которые тоже включены в перечень иноагентов, пришли с обыском. Вот, кажется, и все. Но не исключено, что к моменту, когда вы будете это слушать, случится еще что-то. Мы укажем это в подводке. Сегодня же мы вместе с редактором отдела политики Кириллом Мартыном попробуем разобраться, как после выборов у власти развязались руки и куда все это нас ведет. Похоже, это будет какой-то филиал ужасных новостей в подкасте «Что нового?». Можно назвать его там, не знаю, что ужасного. В общем, Кирилл, добрый день. Здрасте. Вот я думаю, кстати, что приветствие, добрый день, доброе утро и добрый вечер, все это становится довольно неактуально в последний... Недобрый день, ужасный день. Недобрый день, да. Давайте сперва про вашу какую-то такую любимую, мне кажется, тему, про блокировку интернета поговорим. Любимая в кавычках, конечно. После того, как умное голосование прикрыли в Apple, Google, на YouTube и везде, а потом начали блокировать ролики, вопрос, что будет дальше? Каковы реальные шансы, что YouTube так или иначе заблокируют? Ну, за последние годы российскими властями проведена большая работа. Они молодцы в их собственной логике, молодцы для себя самих. Они сделали две вещи. Во-первых, они приняли такие законы, которые делают бессмысленной и невозможной любую работу социальных сетей, кстати, даже и российских, в принципе, на территории Российской Федерации. То есть сейчас можно брать любой произвольный интернет-проект крупный и выяснять, что он наверняка нарушает какие-то российские законы, ну, просто потому что они ровно для того, чтобы их все нарушали и были приняты. И поэтому российские власти делают такое постное выражение лица, закатывают глазки и говорят, ну, вот видите, мы вас все еще не заблокировали, хотя вы так долго и так вот неприятно нарушаете наши замечательные законы. Это давление, оно усиливается, да, и вот как раз сейчас, мне кажется, один из его пиков, и, может быть, уже будут сделаны, наконец, решительные шаги по блокировке всего, что плохо лежит. Ну вот, а вторая вещь, которую российские власти тоже прокачались, я шутил уже, кажется, в каком-то тексте, что это как такая история агента Смита из «Матрицы», что вот их перепаяли в какой-то момент времени. Вот Роскомнадзор перепаяли, и они, очевидно, сейчас гораздо больше готовы к действиям в условиях современного интернета. Они научились фильтровать трафик, по крайней мере, на оборудовании крупных провайдеров, которые большей части российского рынка контролируют. И когда они, я даже запомнил эту дату, в ночь на 16 сентября начали блокировать Google Docs, при этом, ну, по крайней мере, в тот момент не обрушив весь остальной интернет, что показательно, они, в общем, показали, что они умеют многое, да, и, в общем, с этими умельцами, в том числе западным IT-компаниям, которые все еще хотят сохранить российский рынок, придется считаться. В политическом смысле, мне кажется, надо вообще исходить из простой гипотезы, что нынешняя российская политическая система, она просто несовместима с существованием в Российской Федерации такой вещи, как Ютуба. То есть на Ютубе очень много разного контента, профессионального, разного, любого, критического по отношению к властям, лояльного по отношению к властям, и такой бодрящий авторитаризм, как нынешний российский, он просто с этим смириться не может, он будет действовать последовательно, реализуя эту стратегию, что, в общем, никакой критики российского правительства в России остаться не должно в публичной сфере, в принципе. Вот, и, ну, то есть, я не знаю, может быть, это какие-то там кухонные разговоры, или там какие-то записки на каком-то заблокированном непопулярном сайте, но вот такая история про то, что 40 миллионов человек сидит и смотрит критику Владимира Путина, с этим надо прощаться. Значит, я думаю, что они так и не решили, как лучше это сделать, какой повод найти, поэтому все поводы, все претензии к Ютубу выглядят, ну, как-то смехотворными и нерациональными. Кажется, о рациональности никто не заботится. Здесь вот была такая схема, что, значит, немецкий Ютуб заблокировал на территории Германии немецкоязычный выпуск новостей от Арти и потом весь канал Арти за распространение фейков, прям реально фейков про вакцины и коронавирус, чем Арти там балуется за границей, как бы, хотя у нас тоже это запрещено. И из этого сначала МИД, а потом Роскомнадзор сделал какие-то ужасающие выводы о том, что Ютуб это, в принципе, враждебная Россия организация. Ну, то есть тут явно такое пошло преувеличение, да, то есть можно даже подумать, что это такая провокация намеренная с этими фейками для того, чтобы потом устроить вот такой наезд на Ютуб. МИД выпустил совершенно оскорбительную для памяти ветеранов заявление о том, что это инфа Барбаросса в отношении Ютуба, то есть как вообще у людей язык поворачивается, те, кто нас учат патриотизму, они себе позволяют такие сравнения, блокировку какого-то канала на Ютубе от Маргариты Симоньян, они сравнивают с нападением, значит, нацистов на Советский Союз. Ну, тут уже, как бы, что называется, без комментариев. Вот, а дальше было видно, что это такая отрепетированная вещь. Роскомнадзор немедленно сказал, что он сейчас все может взять и заблокировать. Роскомнадзор был поддержан Дмитрием Песковым, который, видимо, решил быть твердым мужчиной и сказать, наконец-то, что-то, кроме президент в курсе и президент не в курсе, и заявил, что нам нужна нулевая толерантность по отношению к Ютубу. И все это выглядит как такая, ну, если это даже изначально не была провокацией, то это, конечно, в итоге инсценировка, направленная на то, чтобы объявить Ютуб в России вне закона. Когда и как они решатся, и какой они повод воспользуются для того, чтобы это сделать, пока остается открытым этот вопрос. Ну и, конечно, если принять такую позицию социолога и анализировать все это несколько отстраненно, а не будучи, не находясь в центре всех этих позорных событий, то, конечно, будет очень интересно посмотреть на то, как общество, привыкшее к высокой информационной открытости, большое количество людей, у которых есть значительная аудитория, как они останутся без своего рабочего инструмента. Я имею в виду всех блогеров, у кого есть, там, не знаю, тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллион, десять миллионов подписчиков. Таких в нашей стране довольно много. Что они будут делать в случае блокировки Ютуба? Это очень интересный социальный эксперимент, и я, к сожалению, думаю, что российские власти готовы его поставить. Был у меня, да, следующий вопрос про то, ну, неужели не ясно, что это обернется политической катастрофой? Ну, видимо, вы отвечаете на это заведомо, что... А вот никто не знает, понимаете, чем это обернется, потому что, ну, мы же видим, что можно проводить выборы, которые подделаны, и, в принципе, никто не против. Да, и все знают, что рейтинг Единой России низкий, при этом они получают две трети в парламенте. Да, и все знают, что 15 миллионов человек в прошлом году проголосовало против обнуления Конституции. Это очень много, и все понимают, что у этих 15 миллионов людей так получилось, у них нет ни одного депутата в Государственной Думе, потому что все 450 человек, включая этих новых людей, они, конечно, так называемую конституционную реформу прошлогоднюю они поддержали. Чуть-чуть еще докрутим эту историю. Во-первых, представим, что все, нет Ютуба. Будет какая-то альтернатива? Если смотреть на то, что делал Китай, то понятно, что нужна альтернатива, нужны свои национальные площадки. Было такое как-то вялое какое-то поползновение Рутуба о том, что на самом деле это я. И у Яндекса были свои попытки делать видеохостинги, они, собственно, и существуют, просто там не такая большая аудитория. Крупнейший второй видеохостинг в стране, насколько я понимаю, это видеохостинг ВКонтакте, но его при этом блогеры как свою платформу не рассматривают, и контент там, ну, в основном, как я понимаю, пиратский, плюс какие-то любительские видео, которые ради памяти или ради там шутки какой-то туда заливаются. Вот. И сейчас выглядит так, что, в общем, вот этот ход в сторону национализации видеохостинга, импортозамещения видеохостинга, он неплохо подготовлен. То есть они проиграли, они потеряли время, они проиграли этот момент. И в целом все эксперты говорят, что как раз наше отличие от китайского сценария заключается в том, что китайцы никогда и не жили в открытом интернете, а мы живем в нем уже, ну, кто как, ну, в общем, под 20 лет, по большому счету. Мы обсудили вопрос какой-то новой цифровой реальности с руководителем организации «Роскомсвобода» Артемом Козлюком. Артем, здравствуйте. Да, добрый день. Вот интересно как-то обобщить. Мы сейчас и говорили про конкретные случаи, там, и про YouTube, и про все остальное. Интересно, как вообще выросли способности государства блокировать контент? Если там, условно, несколько лет назад это было даже смешно, вспомним там кейс с Телеграмом, который потом выходили люди на улицу, то сегодня, кажется, расклад уже совсем другой. Вот как мы можем проследить эти изменения? Да, вы все верно подметили, что если еще года полтора назад мы смеялись от безуспешных попыток Роскомнадзора заблокировать Телеграм, который активно сопротивлялся, вернее, под блокировку попадал не сам Телеграм, а тысячи других интернет-ресурсов, которые находились на тех же IP-адресах, с которых мигрировал туда-сюда Телеграм. И даже кассы в офлайновых магазинах, напомню, периодически отказывались принимать платежи по банковским картам, потому что они соединялись с теми же облачными сервисами, которые блокировал из-за Телеграма Роскомнадзор. И эта безумная блокировка продолжалась довольно долгое время, и Роскомнадзор отчитывался, как он эффективно деградирует Телеграмы, и, конечно, все смеялись. По итогу того блокировочного года выяснилось, что Телеграм стал самым быстрорастущим в России мессенджером. И, конечно же, российские власти сделали после этого кейса выводы. Недаром был принят в том числе закон о суверенном Рунете, и когда обосновывалось его принятие, в том числе проскальзывало от представителей Роскомнадзора такие сентенции, что в том числе это делается для информационной безопасности, чтобы в случае чего тот же Телеграм или другие сервисы могли быть успешно ограничены для российских пользователей. И вот прошло время с момента принятия этого закона о суверенном Рунете, стало развиваться оборудование предотвращения угроз, так называемое ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. Это такие фильтровочные коробки, черные ящики, с помощью которых операторы связи могут осуществлять приоритизацию трафика, ограничение трафика, но используя технологии DPI. И стало применяться это оборудование в том числе для того, чтобы те или иные сервисы могли быть более эффективно заблокированы в России, либо замедлены, как это, если вы помните, происходило в начале этого года с Твиттером. Да, это было заметно не для всех пользователей, но по нашим оценкам, когда мы проводили соответствующий анализ, опросы, замедление Твиттера коснулось порядка 15-20% пользователей. И в дальнейшем, летом этого года, уже с помощью ТСПУ, были ограничены ресурсы Навального, ФБК, умного голосования. Они были предварительно даже не внесены в реестр запрещенных сайтов. И это, кстати, еще один такой важный момент – непрозрачность блокировок. То есть, если до лета этого года мы проводили открытый общественный мониторинг реестра запрещенных сайтов, то есть можно было посмотреть, кто заблокировал тот или иной ресурс, какое ведомство, их более десятка, кто имеет право блокировать. Это не только Роскомнадзор, это и Роспотребнадзор, и Налоговая служба, и Генпрокуратура, и Роспотребнадзор, и так далее, и так далее. Так вот, можно было в открытом виде посмотреть, кто на каком основании заблокировал тот или иной ресурс, домен, сайт, IP-адрес, когда и так далее. Вернее, это даже можно сейчас посмотреть. Но параллельно с этим стала развиваться непрозрачная система блокировок с использованием оборудования суверенного Рунета. И это такой первый звоночек, когда мы как общество стали получать меньше информации о том, почему вдруг тот или иной сайт перестал работать, на каком основании, почему тут у нас вдруг пошел медленный сигнал, почему та или иная страница не открывается, то открывается, то не открывается, вроде вполне такая законопослушная, какие-то сервисы стали сбоить. И это все вот причины, в том числе работы, оборудования по суверенному Рунету. И такое будет происходить все чаще и чаще, когда будет в целом замедляться интернет-трафик в России, когда будет увеличиваться стоимость интернет-подключения и использования интернета для конечных пользователей, потому что бизнес будет перекладывать затраты на обслуживание этого оборудования на конечных пользователей. Оборудование DPI тормозит трафик, а чем больше Роскомнадзор помещает под блокировку, тем больше трафик тормозится и тормозится. И при этом, да, стала более эффективна эта государственная система блокировок. Теперь есть определенные рычаги воздействия на большие западные компании для принуждения их сотрудничеству с российскими госорганами и спецслужбами в том числе. Поэтому в какой-то мере, да, если мы раньше смеялись, то теперь все становится более серьезно, технически подкованней. Но не сказать, что сейчас уже конец света, все-таки это борьба технологий, и на каждую новую законодательную, абсурдную и регрессивную мысль будут развиваться новые технологические средства, которые будут этому противодействовать. Ну, по крайней мере, я и многие технические специалисты, гражданские активисты, да и в целом пользователи на это надеются. К следующей теме перейдем. Первое прямо политическое дело против Навального и компании. Зачем оно надо? Он же ведь и так уже в тюрьме. Мне кажется, что это очень значимое событие. У Навального несколько уголовных дел было в прошлом, и по одному из них он сейчас формально добывает наказание. Плюс против него есть еще другие три уголовных дела, которые расследуются прямо сейчас. И сейчас вот открывается четвертое уголовное дело. И понятно, что нормальный человек, который все это слышит, он просто как-то не особенно хочет разбираться, делая разумный вывод, что пока, условно говоря, властям надо, Навальный будет сидеть, и когда будет не надо, они его отпустят. Это, кстати, довольно правдоподобная конструкция. Но вот это новое уголовное дело, оно важнее всех остальных, потому что оно касается не только Навального персонально, и не только его перспектив провести еще много лет в тюрьме, к сожалению, но и оно касается общества в целом, потому что фактически это уголовное дело по своей фабуле, оно криминализирует любую критику правительства. Тот пресс-релиз, который Следственный комитет выкатил, в нем утверждается, что как минимум с 2014 года, это, я так понимаю, им дальше просто лень собирать какие-то, ну, так называемые доказательства, но этих семи лет, я думаю, им хватит для того, чтобы разоблачить экстремистское сообщество. Вот, как минимум с 2014 года Навальный систематически занимался тем, что дискредитировал государственную власть Российской Федерации и проводимую ею политику. И это вот в переводе с Следственнокомитетского на русский означает, что если ты недоволен тем, что в стране происходит, если ты ее критикуешь и пытаешься тем более предлагать какие-то альтернативы, то в целом ты экстремист, и тебе можно посадить, по-моему, санкции по этой статье до 10 лет лишения свободы. Это принципиально новая ситуация. Эта ситуация, в принципе, уже неотличима от момента, когда критики Кремля, Владимира Путина, объявляются врагами народа именно за то, что они, ну, как сказать, отказались ликовать. Вот вы не ликуете, вы не ходите на референдумы, которые подтверждают, что Владимир Путин, в общем, хороший президент. Это, в общем, уже подозрительно. Это означает, что вы так склоняетесь, делаете первый шаг к экстремизму. Те, кто совсем ничего не понял о том, в какой он стране живет, они вот просто будут либо сидеть, либо находиться в эмиграции. И мне кажется, что тут есть такой еще момент, что некоторые говорят справедливо, что это все отчасти личная инициатива Бастрыкина, хотя и согласованная, с президентом, по всей видимости, с которым он имеет возможность общаться. У Бастрыкина плохо идут дела. Он, значит, не может совершить какой-то политический подвиг новый, разоблачить какую-то подпольную организацию. Его попытки расследовать трагические события Сталинградской битвы зашли в тупик. Историю про, там, не знаю, кончину Александра Невского он пока не расследует, но, в принципе, наверное, тоже это не самое перспективное занятие для поднятия своих политических шансов. Плюс покончил с собой, по всей видимости, его подчиненный в Перми. Ну, в общем, много недовольных тем, как Следственный комитет работает. И вот они выходят из ряда и говорят, мы готовы сделать следующий шаг в создании в России политической жандармерии. Но даже если это личная инициатива Бастрыкина, все равно этому будет дан ход, потому что обратной дороги нет, невозможно все это обратно загнать. И теперь, опираясь на опыт этого уголовного дела, которое будет блестяще расследовано, будут приговоры, по всей видимости. В отношении других граждан Российской Федерации можно будет делать то же самое. То есть финальный план посадить прям вообще всех недовольных? Ну вот я, кстати, понял, что я сейчас собирался это в тексте упоминать, да, и не упомянул, кажется, вылетело из головы. В принципе, сейчас становится понятно. Вообще, мысль, которая меня беспокоит, это то, что взрослые люди, которые в России живут, они, в принципе, видели, как выглядят выходы из тоталитарного общества. Если тебе там 35, или ты старше, да, то ты ходил в такую постсоветскую школу, где на стенах еще висел портрет Ленина, но уже никто не понимал, зачем он это делает. Вот, и было видно, ну, такие руины просто постоянно той социальной жизни, которая от Советского Союза осталась. Это может быть даже, поскольку это детство, это может быть даже прикольно местами, но вообще, конечно, ничего хорошего в таких общественных процессах нет. Вот при этом у нас ни у кого из нас нет опыта входа в тоталитарное общество. Мы сейчас, как принято говорить на тюремном жаргоне, такие первоходы. У нас у всех это впервые, и тем, кому 50 лет, тоже такого не было, и тем, кто старше. Мы, в общем, должны как-то к этому адаптироваться и сделать какие-то свои моральные и все остальные выборы, которые здесь есть. И, кстати, выбор, ну, там, условно говоря, прикинуться шлангом, он, в общем-то, довольно разумный. И большинство людей делают вид, что ничего не происходит, и, значит, просто нужно заниматься своими делами, уйти во внутреннюю эмиграцию, не трогайте меня. И там, в конечном итоге, знаменитый лагерный лозунг о том, что ты умри сегодня, а я умру завтра. Это все понятно. Тут, в данном случае, про социальную смерть, скорее всего, речь идет, но неважно. Так вот, я по поводу посадить всех, я подумал, что теперь-то, в общем, понятно, почему и в начале 20-х годов, и в 30-е годы, почему вообще возникал институт чрезвычайных судов, ну, фактически, в несудебные расправы, когда собираются три человека и говорят, вы знаете, нам не нравится вот этот человек, есть очень хороший и замечательный донос на него, давайте мы его отправим на 25 лет, значит, на Колыму. Почему так происходит? Потому что просто никакой судебный аппарат не справляется с таким потоком репрессий. И прагматика заключается в том, что нужно как-то разгрузить судебный аппарат для того, чтобы репрессии продолжались. Они продолжатся, они в какой-то момент времени уже не могут, потому что на это завязаны практически весь смысл происходящего, да. То есть вот люди, которые... Я, кстати, не знаю, кто это конкретно был, почему-то все в социальных сетях ругаются в отношении этих людей, но я таких людей особо и не видел. Может быть, просто не искал. В общем, я про тех, кто вроде бы говорил, что после выборов будет полегче. Было-было такое. Ну, это было... Нет, я скорее к себе. Меня много раз спрашивали коллеги в других изданиях, на телевидении, на RTVI, на Дожде и так далее. Но это такой дежурный вопрос, что будет после выборов, станет ли лучше. И мне кажется, что вот этот вот вопрос про то, что после выборов может стать лучше, в нем была такая как бы инструментальная логика, которая заключалась в том, что... Ну, репрессии, это... Они нужны для чего-то. Что как бы есть какая-то цель, вот, и нужно там этих всех недовольных заткнуть. После этого эта цель будет достигнута, а потом, ну, будет какая-то такая микрооттепель очередная. Мне почему-то нравится дурацкое словосочетание, часто его повторяю. Вот. А на самом деле, мне кажется, что политический террор, он превратился как бы в смысл происходящего. У него нет... У него, как у самурая, нету, значит, никакой цели. У него есть только путь, да, вот, есть только террор. Потому что понятно, что весь государственный аппарат, он, с одной стороны, находится в таком приподнятом настроении, ну, если говорить низким языком, на стрёме, да, значит, чтобы чего не вышло, нужно сохранять лояльность. Элиты тоже очень напряжены, как бы их не записали в недостаточно ликующие. Вот. На этом держится любовь и обожание. Силовики, понятно, через это получают свои медали и свои должности. И тем более, да, что с учётом того, что КПРФ, как мы понимаем, на этих выборах набрал очень много, больше, чем по официальным данным. И точно больше, чем в 16-м или там в 11-м году была другая ситуация, потому что там не было округов, и коммунистов там набрали довольно много, потому что просто было пропорциональное распределение всех 450 мандатов по партиям. Короче говоря, своя роль в том, что репрессия – это как бы классно, это смысл нашей политической жизни, это вообще как бы наша судьба, сыграла, конечно, и результаты КПРФ, и популярность Сталина, который лидирует на конкурсах типа «Имя России». И вот, мне кажется, есть ещё такой панчлайн кремлёвский. Вы хотели Сталина? У нас он есть. Интересно, а не факап ли это оппозиции? Вот так вот взять и сказать, идите, голосуйте за КПРФ? Ну, я не знаю. Я могу совершить камин-аут такой. Когда я шёл на избирательный участок, я думал проголосовать. Ну, я голосовал в Центральном округе, в Москве. И у меня был нормальный кандидат Митрохин. Мне кажется, он и должен был победить, если бы честно считали. Если бы не было результатов электронного голосования, он даже делал какие-то заявления протестные после этого. Ну, в общем, всё хорошо. Вот. Я хотел... Я думал поддержать ребят из «Яблока». Я понимаю их драму и их такой рессентимент, и их положение. И многих там хорошо знаю, дружу и уважаю. Я... Так получилось, что я шёл на участок, мимо пешком, шёл мимо штаба общественной поддержки «Единой России», где все уже махали флагами, было очень много камер, нагнали туда какую-то молодёжь, ну, вероятно, за 500 рублей или на каких-то иных условиях. И мне вот стало настолько это всё омерзительно, что я, пройдя ещё километр следующий, я уже почувствовал себя таким красным подпольщиком, и отдавая себе отчёт в том, что «Яблоко» не получит никаких мандатов в Государственной Думе. Я проголосовал в итоге за КПРФ, то есть, в принципе, выполнил наказ умного голосования. Не могу сказать, что это было очень рациональным и не уверен, что я сделал правильно. Вот. Ну, и также не уверен, что и противоположное решение было бы тоже корректно. То есть у меня ещё раз получилось, что у меня «Яблочник» по округу и КПРФ по списку такая вот загогулина. И я не знаю, что должна была сделать оппозиция. Я думаю, что в попытке консолидированного протестного голосования в условиях, когда кандидаты недопущены, а партии запрещены, это всё-таки хорошая попытка, даже если она оборачивается не совсем удачной реализацией и, как вы выразились, факап. Что будет с командой Навального теперь и каков финальный план этой операции, нам также рассказал адвокат и бывший руководитель правозащитной организации «Команда-29». Мы вынуждены сказать, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной эту организацию. Иван Павлов. Иван, здравствуйте. Добрый день. И всё-таки, что теперь ждёт участников этого дела? И как вам кажется, к чему это всё идёт и какой вообще финальный план? Финальный план – запугать всех тех, кто когда-либо поддерживал проекты Алексея Навального, поддерживал его фонд, фонд борьбы с коррупцией, поддерживал все его инициативы. Именно на это направлены все действия сейчас властей, которые он проводит после того, как Московский городской суд летом этого года признал фонд борьбы с коррупцией запрещённой и экстремистской организацией. Мы знаем, что буквально на днях возбуждены уголовные дела за организацию и за участие в экстремистском сообществе. И это тоже такой сигнал всем тем, кто когда-либо поддерживал организации Алексея Навального в том, чтобы, во-первых, прекратить любую поддержку, любые контакты. Сейчас экстремистское законодательство используется как оружие массового поражения. И под раздачу здесь могут попасть не только те лица, которые имеют непосредственное отношение к организации, но все те, кто когда-либо поддерживал эти организации деньгами или распространял информацию о их деятельности в своих соцсетях. Ну и, конечно, это сигнал тем, кто имел действительно непосредственное отношение к организациям и сейчас вынужден был уехать, покинув свою родину. Уехали за границу многие сотрудники ФБК. Вот из упомянутых лиц в пресс-релизе Следственного комитета, те лица, которые там упомянуты, это им тоже направлен такой сигнал, что возвращаться теперь уже им нельзя. Соответственно, если они вернутся, то у них будут серьезные проблемы с безопасностью. А что значит более конкретно? Что конкретно ждет там как тех, кто имел непосредственное отношение к работе ФБК, так и тех, кто поддерживал? Ну, сейчас, понимаете как, сейчас любое участие в деятельности экстремистской организации может караться соответствующими нормами уголовного законодательства. И что такое участие в организации, да, это может быть интерпретировано как угодно. В том числе, как я уже сказал, если кто-то там зарепостил какую-то информацию с каким-то комментарием, то это тоже может быть приравнено к совершению преступления. Дело в том, что законодательство как об экстремистских организациях, так и сейчас вот широко применяемое законодательство об иностранных агентах или о нежелательных организациях, оно настолько размыто, что, в общем, открывает дорогу для произвола и совершенно никак не обоснованного применения, то есть непредсказуемого применения. Поэтому предсказывать, что и с кем может быть, я знаю, что точно ничего хорошего быть не может, а вот с кем я даже просто боюсь сейчас предположить или сделать какие-то прогнозы по кругу лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности. Но ясно, что в первую очередь будут брать яркие личности и устраивать показательные процессы, потому что цель заключается не в том, чтобы забить все тюрьмы сторонниками Навального. Дело в том, что их столько, что тюрем просто не хватит. Цель в том, чтобы поселить страх у сторонников и сделать так, чтобы они отказались от своих убеждений. Именно в этом и состоит, на мой взгляд, задача тех лиц, которые сейчас работают над реализацией вот того самого решения Московского городского суда, которое признало ФБК запрещенной организацией на территории Российской Федерации. Вы у меня очень ловко перехватили подводку про то, что многие думали, что репрессии закончатся после выборов. Я хотела именно ей подойти к вопросу про 27 новых иноагентов. И, в принципе, вопрос-то у меня тоже был такой, на который вы уже в целом ответили. Вопрос был, есть ли луч света в темном царстве и какая-то надежда на то, что что-то закончится, вот это вот все. Не знаю, если в случае с иноагентами, то, наверное, просто СМИ закончится. Как вы это видите, какое-то будущее этой истории? Ну, если видеть луч света в том, что просто закончится СМИ, то, конечно, такой свет точно наступит. Ну, это ирония, конечно. Я спрашиваю про реальность. Ну, да, нет. Я думаю, что реальность примерно такой и будет. Есть большой журналистский чат, который еще со времен поддержки Ивана Голунова существует и время от времени активизируется на фоне понятных событий. Я вот туда написал то, что мне кажется важным по мотивам признания иноагентом медиазоны. Наших коллег и друзей. И последняя наша совместная акция была, когда Смирнова посадили на 30 суток в Сахарова. И мы решили, что мы все это время будем публиковать какие-то самые важные материалы медиазоны, в том числе в нашем бумажном номере, потому что мы считаем, что медиазоны делают хорошую работу. Ну, и вот у нас был такой способ это поддержать. Естественно, спросив у них согласие. Они согласились. Все достаточно мило в этом смысле. Я написал в этот чат журналистский, что мне кажется, что уже понятно, что иноагентами будут все. Если даже кто-то по недоразумению не станет, то это будет именно исключение из общего правила. В целом, задача, как и в случае с Ютубом, задача российских властей заключается в том, чтобы, как бы формально не объявляя цензуру, сделать работу медиа максимально трудной, невозможной, неудобной. Ну, вот заставить там журналистов постоянно штаны через голову надевать и посмотреть, как они будут верещать и крутиться и отчитываться об этом, да. То есть, в принципе, просто мотивировать всех уйти из профессии или эмигрировать. И в этих условиях, мне кажется, что самое важное, что сейчас можно сделать, это постараться вести какую-то общественную кампанию, убеждать людей, что иноагенты тоже люди, и что как бы нельзя скатиться всем обществом в эту нео-сталинскую игру во врагов народа. Меня очень задела история уже старая с нашей коллегой Олесей Мураховской, которую изгнали из профессиональной конференции Хакатона по исследованиям данных. После того, как выяснилась, она иноагент, причем там порядок событий был такой, что она сначала подала заявку несколько месяцев назад, потом ей согласовали участие в этом Хакатоне, потом ее признали иноагентом, потом ей юристы Организации информационной культуры сказали, что они не понимают какие-то на них накладывают ограничения и обязательства, поэтому лучше бы ей у них ни в чем не участвовать. И мне кажется, что вот этот жест и аналогичные жесты, это самое страшное сейчас может происходить, и мы все-таки должны собрать остатки нашего влияния, нашей аудитории для того, чтобы убедить людей, что как бы произвольное объявление кого бы то ни было врагом не делает этого человека врагом на самом деле, что произвол властей должен хотя бы немного балансироваться с солидарностью обществу. Хороший момент, чтобы сказать, донать всем иноагентам, это не опасно, и покупать у них рекламу тоже не опасно, и ничего не случится, вот, это очень важно для них сейчас особенно. Новоиспеченный иноагент, редактор Медиазона Егорского рода сейчас расскажет нам, как, в общем-то, они отнеслись к этой блокировке, что планируют делать дальше. Егор, здравствуйте. Здрасте. Ну, расскажите, как вам вообще такая новость, во-первых, в среду, которые уже традиционно как-то происходили эти все истории в пятницу, а тут раз и посреди недели. Как вы вообще на это отреагировали? Ну, не первый раз уже в среду. Я бы сказал, что я подавился, в смысле буквально, потому что я отошел приготовить себе какую-то еду там на 20 минут, пришел, включил комп и начал ее жевать, и потом увидел чаты. Вот, но в основном, честно говоря, как бы я вот потом вспоминал, что, ну, на самом деле, я вот лично отреагировал гораздо менее как-то, ну, эмоционально, что ли. Это было каким-то шоком, чем, не знаю, когда Дождь признали или Медузу. Ну, просто потому что в их случае я вообще не ожидал такого поворота, вот, по крайней мере, сейчас. Ну, как если бы, не знаю, вчера признали не нас, а Нову тоже, в общем. Кажется, что все рядом ходим, но кажется, что вот как бы совсем уж большими каким-то старым проектами придут поезжа. Вот, а в нашем случае, ну, было больше, мне кажется, какой-то, ну, какой-то злости и раздражения на этих всех людей, шокой неожиданности, ну, потому что мы все лето наблюдали, как наши коллеги пачками в этот список попадают, да, и потому что был этот донос в начале лета на медиазону персонально, да, то есть как-то мы уже морально немножко начали ко всему этому безобразию готовиться. А что тогда изменится сейчас в жизни вашей редакции теперь? Какие вообще настроения? Непонятно пока. Ну, то есть, непонятно по настроению, потому что пока первый день, как понятно, мне кажется, все злые так немножко как-то подсобрались и, ну, понятно, на какой-то такой адреналин, не адреналин, но что-то в таком духе, да, а как дальше будет и как бы какой у нас там будет грустный, я не знаю, или какие-нибудь магитные настроения на нас зайдут, ну, посмотрим. Пока не ясно, но... Ну, и не ясно, на самом деле, как мы будем работать, в смысле, ну, то есть, какие проблемы будут и трудности из-за этого статуса, там, потому что, ну, не знаю, все начнут отказывать, мы не сможем нормально писать статьи, не знаю, нас не будут пускать куда-нибудь что-то, ну, непонятно совершенно мне, помимо этой вот дурацкой плашки, да, какие конкретно проблемы будут в нашей работе вот по вседневному, там, в поле, они будут совершенно точно, я уверен, к сожалению, и много. Помимо таких дополнительных, то что там читатели будут, естественно, отваливаться какие-то, да, там, люди с донатами начнут какие-то отваливаться, да, хотя сейчас, наоборот, это прям очень круто, все пишут, все, там, не знаю, как-то поддерживают со всех сторон, там, и знакомые, и незнакомые люди, да, и там донатят, и шевят все динатные ски, это прям очень круто, и спасибо всем, да, ну, понятно, что в долгой перспективе, ну, читателей станет скорее меньше, чем больше из-за этого статуса, да, я понимаю, людей как бы читать твиттер вот со всеми этими буквами, ну, мне тоже тяжело там у тех коллег, которые раньше начали эту всю фигню ставить. Мне кажется, уже есть какое-то ощущение, что уже и не видишь как будто этих плашек, даже без них уже как-то странно. Давай важный момент проговорим, как вообще можно вас поддержать, и насколько это безопасно. Ну, так вот прям базово, для рекламодателей, для просто людей, которые хотят вам задонатить, проговорим эту информацию. Ну, смотрите, для людей, которые хотят задонатить, все вообще открыто и, ну, как бы легально, да, это пока что совершенно никак не запрещено донатить вот так называемым иностранным агентам, да, и там правозащитная организация, всякие, да, которая там много лет назад, еще там с 12-13 года начали облиять иностранным агентами, многие до сих пор живут в этом статусе, собирают пожертвования, живут на пожертвования по своей какой-то аудитории, и, ну, и это абсолютно легально и спокойно делается. И поэтому, как бы, я только, конечно, призываю всех донатить в медиазоне и другим проектам, которые признали иностранными агентами, или которые, как бы, рискуют там оказаться. Вот, сейчас это совершенно легально, как и абсолютно нормально распространять ссылки на нас в соцсетях, и при этом никто не должен, ну, нормальные люди, в смысле обычные, не должны ставить все эти пометки там про то, что, там, медиазон иностранный агент. Этого никто от них сейчас не требует. Это требование только для зарегистрированных средств массовой информации. А по поводу рекламодателей мы не проговорили, да, по-моему? Ну, тут никто не знает, как бы, рекламодатели, насколько мы знаем, по опыту «Медузы», отваливаются сами просто из-за опасений большинства крупных. Но просто медиазон не живет за счет рекламы в целом, да, это довольно маленькая часть в нашем бюджете, и это там, ну, либо баннерная какая-то реклама, которая никуда не денется, ей все равно, да, либо какие-то, в общем, очень точные проекты, там, партнерские с кем-то, да, которые, в общем, делаются с людьми, которым, в общем, ну, я думаю, что они не отвалятся, а если отвалятся, то, в общем, ну, это не будет большой брешью в нашем бюджете, потому что мы как бы, ну, мы никогда не строили рекламную модель, потому что у нас просто, ну, тяжеловатый контент для рекламодателей и не суперогромная аудитория, там, десятки миллионов читателей, да, чтобы привлекать массу рекламодателей. Поэтому мы всегда делали упор на прямые пожертвования читателей и на краудфандинг. Ну, и сейчас, собственно, на них и рассчитываем, и еще раз призываем всех, обязательно повесим ссылочку в описании подкаста на поддержку в Медиазон, и ВДИнфо, и прочих инагентов. И, Егор, единственное, еще хочется тебя попросить, можешь проговорить хотя бы начало плашечки, и мы ее в самое начало этого куска повесим. Вы слушали подкаст «Что нового?» А если же смотрите нас на Ютубе, напишите комментарий, и тоже можно поставить лайк. Все это поможет нам говорить правду дальше и на более широкую аудиторию. Спасибо, что послушали такой длинный выпуск. До скорого! Скорого! Скорого!